Информационная служба Хабар 24 продолжает свою работу. Вы смотрите новости. Расскажем о самых заметных событиях данному часу. Вера Захарчук в студии. Доброе утро. В Астане продолжают свою работу религиозные лидеры. Второй день съезда лидеров мировых и традиционных религий предполагает несколько пленарных секций, где участники обсудят ряд актуальных вопросов. Манифест 21 век как концепция глобальной безопасности. Значение религии в меняющейся геополитике и религия и глобализация. На месте событий работает Асхат Ниязов. Асхат, закончился ли молебен и кто в нем участвовал? Да, Вера, закончился молебен. В предыдущем эфире мы не смогли его показать, прям сам процесс молитвы. Но вот сейчас, если позволят режиссеры, мы сняли для вас картинку, как это было возле стены мира, которая была открыта недавно, к Дню столицы. Представители различных конфессий, различных религий вместе молились за мир во всем мире. Это нужно было видеть, это нужно показывать, наверное, по всему миру, как пример того, как могут сосуществовать религии, как могут дружить представители разных религий. И вот по картинке, наверное, все было понятно без слов, что все-таки есть надежда, что скоро во всем мире будет мир и религии не будут между собой конфликтовать. Ну а сейчас я нахожусь на одной из панельных сессий, которая называется «Религии в меняющейся геополитике. Новые возможности для консолидации человечества». Очень бурные здесь идут обсуждения. Модератору постоянно приходится перебивать спикеров, потому что они выходят за регламент по времени. Обсуждают какие моменты. Давайте назову самые интересные тезисы, самые интересные мысли, которые были сегодня на этой сессии, которую я успел себе записать. Религия сегодня имеет огромное значение в политике, то есть достигнут пик, когда религия и политика взаимосвязаны просто полностью. Политики не чистые на руку, наверное, даже в негативных смыслах используют религию, чтобы добиваться каких-то своих целей. Вы все понимаете, что сегодня религия имеет непосредственное отношение к конфликтам, которые сегодня происходят в мире. И вот некоторые политики пользуются этим, чтобы развязывать войны, чтобы заходить с военными силами в какие-то другие страны. Плохая формула выходит на сегодняшний день, что чем больше верующих становится, а их становится с каждым годом все больше и больше, тем больше конфликтов между верующими происходит. Это тоже очень негативный момент. От чего все беды? От образования. Религиозное образование должно быть хорошее, и оно должно рассказывать позитивные посылы, то есть религию исповедовать так, как она была преподносена изначально. То есть ислам же это религия абсолютно не войны, наоборот, ислам преповедует мир и добро. А некоторые люди используют его в своих целях. Вот говорили, что очень хорошее религиозное образование преподает в Англии и Финляндии. Стоит изучить опыт этих стран. Да. Говорили о позитивных моментах, например, что в Индии, в одной из самых больших стран по населению в мире, мусульмане помогают поддерживать буддийские храмы. И наоборот, буддисты помогают поддерживать мечети, и это как пример консолидации религиозного сообщества. В СМИ есть призывы к насилию. Очень было неожиданно, что ли, слышать такое, что даже в официальных СМИ иногда бывают в мире призывы к насилию. Даже не в интернете, не в Ютубе, не в Фейсбуке, а в официальных новостях. Ну, стоит поискать, где такое происходит, наверное, ну, будет интересно и неожиданно. Ну, еще был один очень интересный момент, когда сейчас все говорят, что религия стала причиной к развязке чуть ли не Третьей мировой войны. Один из участников рассказал, что Первая и Вторая мировая война, если вы помните, не была развязана из-за религии. Так что не надо винить во всем религии, религия, наоборот, должна помочь в сегодняшнем мире. То есть, если правильно проповедовать религию, то никаких конфликтов не будет. Ну, и очень интересная была мысль о том, что вообще молодежь – это будущее. И сегодняшние дети очень много играют в компьютерные игры. Так вот, один из участников вот этой сессии предложил придумывать игры, которые будут пропагандировать добро, которые будут пропагандировать мир. Я не знаю, какие это должны быть игры. У меня есть предположение, например, если сейчас молодежь играет в игры, которых нужно убивать, проходить какие-то задания с автоматами в руках, пистолетами в руках, то, наверное, игры, которые будут пропагандировать добро и мир, ну, может быть, нужно будет там, не знаю, пронести, украсть у террористов чемоданчик с ураном. И отправить его в казахстанский полигон, который скоро будет создан. Либо, я не знаю, раздавать детям еду, чтобы проходить мимо бандитов. То есть, надо как-то пропагандировать детей к добру и к миру. Вера, если ты меня слышишь, я не знаю, какие еще есть. Есть ли у тебя мысли по этому поводу, какие могут быть игры, которые могут, компьютерные игры, которые могут пропагандировать добро и мир? Вера. Я пытаюсь ответить на этот вопрос, потому что я не разработчик компьютерных игр, это очень сложная тема. Но я бы своим детям все-таки показывала про Колобка или еще что-нибудь. Те игры и мультики, на которых мы рассеялись. Это интересно со мной, да, и со спикерами, что в общем, вот такие сегодня были интересные мысли. Но это только на данный момент, потому что банальная сессия началась только совсем недавно. Какие еще мысли, какие еще тезисы будут, мы уже расскажем в следующих выпусках новостей. Вера, отдаю еще к тебе. Асхат, спасибо большое, ждем от тебя подробностей. Напомню, Асхат Ниязов работает на площадке 6-го съезда мировых традиций и религий. Сегодня проходит второй день. В числе гостей лидеры не только самых распространенных религий, таких как ислам, христианство, буддизм, но и представители зороастризма. Последняя является одной из самых древних в мире. Это далеко не первый визит Хомид Хала в Астану. Президент Всемирного совета культурного наследия Зоро Туштры в четвертый раз участвует в съезде лидеров мировых и традиционных религий и представляет самую древнюю мировую религию – зороастризм. Мы собрались здесь не для того, чтобы говорить о том, что та или иная религия лучше или хуже. Участники съезда не ведут проповеди, а обсуждаем очень важные вопросы, ищут точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества. В нынешнее время, когда религию искажают и интерпретируют как угодно, мы должны объединить усилия для сохранения незыбленности ее главных ценностей. Различные исследования относят зарождение зороастризма к началу первого тысячелетия до нашей эры, где-то на территории современного Ирана и Афганистана. Приверженцы этого вероисповедания проповедуют взаимопомощь и взаимоуважение, восхваление добра и борьбу со злом. Молятся люди в специальном храме, в центре которого расположен сосуд с огнем. Может, именно поэтому многие ошибочно думают, что мы поклоняемся огню. Это не так. Согласно учению зороастризма, свет — это зримый образ Бога в физическом мире. Поэтому, желая обратиться к нему, мы обращаемся к источнику света. Сегодня численность последователей этого учения не достигает и 0,1% от численности всего населения планеты. Самое большое комьюнити расположено в Индии. Но это не мешает представителям зороастризма принимать активное участие в обсуждении насущных проблем на авторитетных диалоговых площадках наравне с многочисленными представителями мусульманства, христианства и буддизма. Николай Путилин, Коныш, Сангирей, Хабар, 24, Астана. Съезд лидеров мировых и традиционных религий, благоустройство дворов и итоги регионального айтыса. Об этих и других новостях подробнее узнаем в обзоре прессы. Его подготовил, как всегда, Марк Брюшко к этому раннему утру. Марк, доброе утро. Слушаем тебя. Вера, доброе утро. Да, слушать тебя прекрасно. Доброе утро всем нашим зрителям. День действительно замечательный. И сейчас я расскажу о самых значимых, самых интересных событиях, которые напечатали на страницах газет или о новостях, которые вышли на их официальных порталах. Начнем с казахстанской правды. В Астане продолжается съезд лидеров мировых и традиционных религий. В первый его день работы президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что в истории человечества не было аналогов наведения мостов между религиями, как это происходит в 21 веке, отмечает издание. В связи с этим он выразил надежду, что столичная площадка обогатит практику международного религиозного взаимодействия. Также глава государства подчеркнул, что религиозные лидеры могут обменяться своими мнениями о глобальных перспективах и гармоничном развитии на данном съезде. Также на страницах казахстанской правды на официальном сайте вышла и такая новость. Полтора десятка учеников средней школы номер 40 Уральска госпитализировали в областную больницу после того, как они почувствовали недомогание. Вызов из учебного заведения на пульт скорой помощи поступил в самый разгар первой смены. Всем пострадавшим поставили диагноз отравления неизвестным химическим веществом легкой степени. И это на самом деле очень страшно. Все-таки речь идет о детях. Прописаны им были покой и обильное питье. Дети несколько часов находились под наблюдением врачей, после чего медики убедились в том, что их здоровью ничего не угрожает и состояние детей удовлетворительное. Получается, их отпустили домой. Тут еще учитель испытал стресс, пишет автор публикации. Давайте послушаем, как он описывает все, что произошло в школе и что же стало причиной отравления неизвестным веществом. В облздраве заявили, что учитель помимо отравления неизвестным веществом легкой степени испытала стресс. Было принято решение о ее временной госпитализации. Что касается причин отравления, то сотрудниками полиции уже установлена ученица этой же школы, которая распылила перцовый баллончик. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство». Уральская неделя сообщает, что 23 двора в Уральске благоустроят в следующем году. Деньги на новые дороги и тротуары выделил Акимат. Пока объявили тендер на экспертизу проектов. Для этого предусмотрели свыше 1,7 млн тенге. В городском Акимате корреспондентам издания также сообщили, что список дворов для благоустройства готовится по заявкам депутатов городского маслехата. Также список дворов был опубликован на портале издания и с ним может ознакомиться любой желающий. Давайте послушаем о том, что нужно сделать, допустим, людям, если они хотят, чтобы их двор включили в эту небольшую программу, в этот список. Если жители каких-либо дворов хотят, чтобы их двор включили в программу благоустройства, им необходимо обратиться к своим депутатам, которые избирались от соответствующего избирательного округа, сообщил нам Ербол Кушеков, руководитель отдела внутренней политики Акимата города Уральск. Ну а Устинка Лайв сообщает, что на Арбат в Усть-Каменогорске выделят 200 млн тенге. Речь идет о благоустройстве трех улиц, в том числе Горького и Орджоникидзе. Зону планируют сделать пешеходной без возможности проезда транспорта. В окончательном виде новая пешеходная улица должна напоминать московский Арбат со скамейками и для гуляющих, а главной ее достопримечательностью станет светомузыкальный фонтан. Ну и закончим свой сегодняшний обзор новостью со страниц Прикаспийской коммуны. Она сообщает об итогах регионального Айтыса. Его участниками стали восемь Акынов из Мангастаусской, Западно-Казахстанской области, а также районов Атараусской области. В Купе все вместе они увезли с собой, получается, около миллиона тенге призовых денег. Импровизаторы воспевали достижения Курмангазинского района, пишут журналисты, ему, кстати, исполнилось 90 лет уже в этом году. Упомянули они заслуги личности этого края, а также рассказали о проблемах. Ну вот, в частности, таких как состояние дороги от Ирао-Астраха, недостроенные мосты. Ну вот, эти и другие проблемы были высказаны Акынами на этом состязании. Давайте послушаем о том, как зрители воспринимали это очень интересное зрелище. В нашем районе не так часто, но проводятся внутрирайонные айтысы. Хотя подобного масштаба состязания Акынов организовано у нас впервые, говорит председатель жюри Танатар Дарелов. Народ сидел до конца и без обеда, чтобы не пропустить выступления ни одного айтыскера. Многие приехали из дальних аулов. Участники, в свою очередь, показали достойный айтыс. Ну, судя по всему, шоу, так сказать, было действительно очень впечатляющим. Было бы интересно посмотреть, на самом деле, не просто со стороны, а как зритель. Не знаю, как тебе, Вера, мне точно. Но слово передаю студии. На этом свой обзор прессы завершает. Мы тоже, своего рода, являемся Акынами, рассказываем о проблемах, и о хорошем, и о плохом. С нами на прямой связи был утренний Акын Марк Брюшко. Сегодня спасибо, Марк, за обзор прессы. В эти минуты в Алматы проходит третий съезд врачей-анестезиологов и реаниматологов. На повестке дня обмен опытом и знакомство с новейшими техническими разработками и методами работы с тяжелыми больными. На прямой связи со студией Анастасия Валикжанина. Доброе утро, Настя. Расскажи, что волнует анестезиологов и реаниматологов больше всего? Доброе утро, Вера. Сегодня здесь, в зале, собралось более 400 медицинских работников из Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья. Специальность реаниматолога и анестезиолога входит в пятерку самых важнейших в современной медицине. Их задача – сохранить жизнь человеку и держать тяжелобольного в стабильном состоянии, в то время как хирурги делают свою работу. Поделиться опытом и передовыми технологиями. В Алматы приехали специалисты из клиник Израиля, стран Европы, Арабских Эмиратов и стран СНГ. Также программа форума включает ряд панельных сессий. Настя, какие темы будут обсуждать специалисты в ходе панельных сессий сегодня? Да, это важный вопрос. Концепция съезда по многим пунктам отвечает тем задачам и поручениям, которые озвучил в своем послании 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. А именно сделать услуги более доступными населению. А для специалистов же важно знать, как повысить качество помощи тяжелобольным. О некоторых темах нам расскажет гость эфира, президент Федерации анестезиологов и реаниматологов Ергали Миропеков. Добрый день. Сегодня в этом зале собрались представители особой специальности, уникальной специальности, я считаю. Здесь собрались анестезиологи и реаниматологи, это врачи, пациентами которых являются очень тяжелые больные, больные, которые находятся в критическом состоянии, и судьба которых зачастую зависит от решительных действий врачей, анестезиологов и реаниматологов. Я думаю, что работа анестезиологов и реаниматологов, она не ограничивается только проведением общей анестезии, она гораздо многограннее, гораздо шире, потому что есть анестезиологи, работающие в акушерских стационарах, есть анестезиологи и реаниматологи в кардиохирургическом центре, скажем, в различных отделениях интенсивной терапии, там, где попадают больные с тяжелыми инфарктами, с тяжелыми нарушениями, жизненно важных функций. Мы собрались здесь на свой третий съезд анестезиологов и реаниматологов, прошло пять лет после второго съезда анестезиологов. Этот съезд посвящен, во-первых, достижениям, которые произошли за эти пять лет, после второго съезда, но очень важным таким вот моментом, очень важным аспектом работы Третьего съезда будет сосредоточиться на решении всех тех задач и проблем, которые возникли за эти годы. Я думаю, что в результате работы этого съезда мы получим решение многих-многих задач, которые были поставлены и, кстати, в последнем послании президента, и для того, чтобы способствовать решению и ускорению государственной программы ДНСОВЛЭК, которая рассчитана с 2016 по 2019 годы. Вы видите, что здесь внимательно слушают выступающих, выступления наших спикеров. Помимо этого пленарного заседания, работа Третьего съезда будет проходить в течение трех дней. Сегодня, первый день, сегодня было открытие. Три дня будут проходить заседания в различных секциях, которые будут разделены в зависимости от тех направлений, в которых работают врачи-анестезиологи-анестезиологи. Это акушерская анестезиология, это анестезиология-анестезиология в ПИДЕТ и это экстренная анестезиология-анестезиология. И впервые выделена секция особенностей анестезии, интенсивной терапии, транспортологии. Вы знаете, что за последние годы достигнуты большие успехи в транспортологии, особенно в области пересадки сердца, в области пересадки печени, коучек. И приедут заинтересованные лица, те, кто хочет узнать много нового и всем, чтобы внедрить все эти достижения у себя в своих госпиталях, в больницах, поделиться своими успехами. Я думаю, что... Отличная программа, да, ждет? Хорошо. Спасибо большое. И к этому времени у меня все. Остальные подробности в следующих выпусках новостей. Спасибо большое. Анастасия Валикжанина была на прямой связи с нами за Уматы. Сегодня там, напомню, проходит третий съезд врачей-анестезиологов и реаниматологов. Свыше 170 тысяч казахстанцев сегодня продолжают борьбу за жизнь. К каждому из них был поставлен диагноз – рак. Такие данные приводит онкологический центр города Астаны. Специалисты отмечают, что число таких пациентов в стране ежегодно растет. Медицинские работники связывают это с активным внедрением скринингов, выявляющих рак на ранней стадии. Благодаря своевременному лечению понемногу снижаются показатели смертности. Но это не повод для успокоения, говорят врачи. В прошлом году от рака умерли почти 15 тысяч казахстанцев. И почти половина из них, кто ушел из жизни, люди трудоспособного возраста. Строительство в столице Национального научного онкологического центра решит многие вопросы в сфере медицины, считают врачи. Все больше пациентов с таким диагнозом едут лечиться именно в Астану. Это связано с тем, что люди получили возможность сами выбирать медицинское учреждение и врачи. На диспансерном учете в столичном онкоцентре на сегодня состоят порядка 10 тысяч пациентов. Ежегодно обращаются в среднем свыше 500 иногородних. Самый большой их приток врачи наблюдают из северных регионов страны – от Молинской, Североказахстанской, Кустанайской областей. Вместе с тем едут лечиться в столицу и жители Алматы, Южного и Восточного Казахстана. Павлодарская область входит в тройку лидеров по раковым заболеваниям. Высокая смертность вывела регион на второе место по республике. Последнее время область демонстрирует хорошие показатели по выявлению рака на ранней стадии. Сейчас в регионе сформирована полноценная онкологическая служба. В каждой городской поликлинике сельской врачебной амбулатории работают врачи и онкологи. Ирбул Абишев с подробностями. Самые распространенные виды окозаболевания – рак молочной железы, рак кожи, желудка и так называемый колоректальный рак толстой кишки. Эти потенциально опасные места в организме человека сейчас тщательно обследуют врачи-онкологи. Во время скрининга им удается выявлять рак на самой ранней стадии. Например, в городской поликлинике номер 2, где обслуживают почти 64,5 тысяч жителей Павлодара, показатель ранней диагностики онкологических заболеваний – один из лучших по области. В этом году по скринингу выявилось 11 человек, это 8 молочной железы по скринингу, 1 колоректальный рак и 2 шейки матки. Все на раннем стадии выявились. В Павлодарском онкодиспансере сегодня работают лучшие хирурги-онкологи. Они применяют передовые методы удаления раковой опухоли. Так называемым малоинвазивным эндовидеоскопическим способом от злокачественных новообразований ежегодно излечивают более 200 пациентов. По анализу прошлогоднему 35% колоректального рака также нами выполняется лапароскопическим. Около 25% рака желудка тоже выполняется лапароскопическим. Говоря о раке женских половых органов, это уже практически золотой стандарт в нашем диспансере. Сейчас, можно сказать, мы практически перешли на экспертный уровень хирургии, то есть на тот уровень, когда мы сами можем уже подсказывать и обучать других специалистов с других регионов. Сегодня на учете в Павлодарском онкодиспансере состоит более 11 тысяч человек. Почти половина из них живут с этим недугом больше пяти лет. Это самый высокий показатель выживаемости в республике. Это говорит об эффективности лечения данных пациентов. То есть практически больше половины этих пациентов, они живут среди нас, здоровых людей. Поэтому на сегодняшний день, конечно, для хорошей выживаемости, для улучшения результатов лечения, конечно, большую роль играет ранняя диагностика данной патологии. По прогнозам специалистов, скоро онкологические показатели в регионе заметно улучшатся. Сейчас нагрузка на павлодарских онкологов очень высокая. В действующем онкодиспансере работают всего три операционных. Поэтому строительство нового здания с пятью операционными в первую очередь снизит нагрузку на онкохирургов. К тому же оснащение будущего диспансера расширит возможности павлодарских специалистов. Здесь установят линейный ускоритель, который улучшит качество лечения, за счет чего увеличится продолжительность жизни пациентов. Ербов Абшев, Самат Аспанов, Алексей Мельницкий. Из Павлодара. Хабар, 24. Известный южнокорейский мамолог, директор онкологического центра при женском университете Ихва Пек Нам Сун 30 октября посетит Казахстан и проведет бесплатные консультации для Казахстана, Квастани и Алматы. Доктор намерен рассказать о своей технологии по удалению раковой опухоли молочных желез без удаления органа. Отмечу, медицинский центр при женском университете Ихва является первой клиникой для женщин в Корее. Для доктора Пек Нам Суна этот визит в Казахстан будет уже четвертым. Бесплатные консультации организованы в рамках сотрудничества двух стран в области медицины. Раньше было много больных с раком матки, вызванным вирусом папилломы человека. Сейчас растет заболевание раком груди. Это связано с уровнем жизни и с употребляемой пищей. Я советую казахстанкам не бояться обследований. Главное – это ранняя диагностика. Всегда лучше предупредить, чем бороться. Не нужно есть излишне жирную пищу. Не нужно пить гормональные препараты в период климакса. И желательно рожать, потому что кормление грудью – это профилактика рака. В Астане стартовала объединенная международная конференция по широкому кругу вопросов онкологии и палеотивной помощи. В дискуссии принимают участие министр здравоохранения Эльжан Бертанов, главы странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Казахстане и международные онкоспециалисты. На мероприятии присутствуют и наши корреспонденты. Прямо сейчас на связь со студией выходит Николай Путерин. Коля, доброе утро. Какая тема актуальна на повестке дня и что обсуждают специалисты? Доброе утро, Вера. Начну с того, что мероприятие разделено на два рабочих дня. Прямо сейчас проходит международная научно-практическая конференция. Здесь специалисты из Бельгии, США, Великобритании, Турции и России рассказывают о новом подходе к диагностике и лечению злокачественных новообразований. Также врачам на примере показывают, как правильно оказывать палеотивную помощь. Коля, а как планируется усилить работу палеотивной службы Казахстана? Очень интересный вопрос, Вера, но я его адресую нашему сегодняшнему спикеру. А пока я узнал, специалисты мне рассказали вообще, что такое палеотивная помощь. В первую очередь, это тщательная оценка лечения и еще болевых ощущений, именно боли. Второе, но еще немаловажная часть палеотивной помощи – это оказание психологической поддержки. Я думаю, что более подробно об этом расскажет мой сегодняшний гость. Это президент Казахстанской ассоциации палеотивной помощи. Гульнара Кунирова. Гульнара, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что такое палеотивная помощь и как она будет развиваться в Казахстане? Палеотивная помощь – это комплексная помощь пациентам, столкнувшимся с неизлечимым заболеванием. В первую очередь, это, конечно, пациенты с онкологическими болезнями, но это еще и целый ряд других заболеваний, сердечно-сосудистых, дыхательной системы, недостаточностью, деменцией и так далее. Это большой круг пациентов. По нашим подсчетам, это примерно от 24 до 28 тысяч пациентов в Казахстане нуждаются в палеотивной помощи. Но, к сожалению, далеко не все ее пока могут получить у нас в стране. То есть, как она будет развиваться? Да, я думаю, что как раз сейчас сложилась такая ситуация, когда мы можем сделать хороший скачок в развитии палеотивной помощи в Казахстане. Приказом министра здравоохранения в сентябре прошлого года была принята дорожная карта развития палеотивной помощи в Казахстане. Это первый такой стратегический документ, который обозначил нашу деятельность людей, которые оказывают палеотивную помощь, и всего медицинского сообщества по развитию этой отрасли, которая достаточно новая, она для всего мира, можно сказать, такая самая новая специальность во здравоохранении. И на ближайшие годы, до 2019 года, мы сейчас имеем такой некий стратегический план развития этой отрасли. А что подразумевает этот план? Что входит в него? Очень большой комплекс мероприятий. Во-первых, нам нужно немножко изменить, внести некоторые коррективы в законодательную базу, в нормативные акты, которые регулируют эту сферу медико-социальной помощи. Нам нужно очень большое внимание сейчас уделить обучению специалистов, потому что палеотивная помощь – это командная работа. Это врач палеотивной помощи, который оккупирует болевой синдром и другие тяжелые симптомы. Это сестринский уход. Это медсестра, которая учит родственников пациента, как ухаживать за тяжелобольным, лежачим человеком. Это психологическая помощь, социальная и даже духовная. Спасибо вам большое. Хочу отметить, что во второй день научно-практической конференции организаторы запланировали не менее важные для наших врачей мастер-классы о купировании тяжких симптомов, а также диагностике и профилактике так называемого профессионального выгорания. Я думаю, что это несет огромный вклад и повысит стрессоустойчивость наших врачей. На этом у меня все. Вера, слово вам. Спасибо. Очень интересная тема. Будем следить за тем, как проходит конференция. Я напомню, зрителям в Астане начала свою работу международная конференция по широкому кругу вопросов онкологии и палеоактивной помощи. 12 октября во всем мире отмечают Международный день хосписа. В Казахстане первый центр палеоактивной помощи появился 19 лет назад. Сегодня это уже целая система медицинских услуг, включающая работу мобильных бригад и больниц сестринской помощи. Оскар Сергалеев о буднях представителей сложной и нужной профессии. Хоспис – это стационар, где практически безнадежных пациентов избавляют от боли, мук и продлевают им жизнь. Основной контингент – люди престарелого возраста, пациенты, страдающие онкологическими и хроническими заболеваниями. Общение с больными здесь требует особого подхода, поэтому каждая медсестра в хосписе – это еще и психолог. В домашних условиях оказать все необходимые услуги, включая трепетный уход и лечение, способен далеко не каждый. Поэтому хосписы нужны не только пациентам, но и их родственникам. Оставаясь наедине с больным близким человеком, который в крайне тяжелом состоянии и просто беспомощен, он сидишь, смотришь на страдания своего близкого человека и сделать ничего не может. Страшнее трагедии не может быть. Поэтому, когда есть такие вот учреждения, как наши, это уже какая-то надежда, это какое-то облегчение. Впрочем, услуги специалистов самого узкого профиля сегодня оказываются и на дому. Пять лет назад в Алматы начали работать две мобильные бригады. Ежедневно они обслуживают до 10 пациентов. У нас пациент 248. И опять же говорю, что у нас помощь неодноразовая. Мы в динамике, в зависимости от состояния пациента, выезжаем месяц два раза. К тому же, одному, тому же пациенту. Остальное время мы в динамике по телефону, дистанционно. Больницы Сестринского ухода появились в Казахстане гораздо раньше хосписов и сегодня входят в единую систему оказания палеотивной помощи. Основной контингент – это одинокие люди престарелого возраста, которых хроническая болезнь привязала к больничной койке. Здесь работают люди с огромным сердцем, умеющие сопереживать, сочувствовать. Потому что наши пациенты в первую очередь нуждаются в психологической помощи, где-то поддержка, где-то внимание. Уместно отметить, что и сами хосписы сегодня нуждаются во внимании. Почти в двухмиллионном Алматы функционирует пока один хоспис и одна больница Сестринского ухода. Каждое из этих учреждений способно принять лишь 100 пациентов. Оскар Сергалеев, Радик Джакупов, Алматы, Хабар-24. Вопрос введения кардиологического кластера, озвученный президентом в новом послании, в Жамбулской области решен положительно. Раньше люди с больным сердцем для лечения были вынуждены ездить за границу. Сейчас могут сделать все виды сложной операции в своем регионе. Люди приезжают не только с области, но и с разных регионов республики. Для этого в составе областной больницы открылись два кардиологического центра. Главный врач областного противотуберкулезного диспансера Кайрат Житыбаев говорит, что если будем работать на примерах положительного опыта, то бесспорно сможем спасти жизни многих больных. Создание онкологического кластера – актуальный вопрос сегодняшнего дня. Президент поручил правительству открыть онкологический научный центр сначала в Астане, затем на примере Астаны распространить это по всем уголкам страны. Я думаю, что в следующем году такие же сложные операции будут делаться на уровне нашей области. С начала этого месяца в Казахстане стартовала вакцинация населения против гриппа. На бюджетные средства было закуплено и доставлено в регионы более полутора миллионов доз российского лекарства. Вакцинации будут охвачены группы риска, однако тем, кто в них не попадает, придется ставить прививки за собственный счет. В каком регионе самые высокие цены на вакцину, знает наш экономический опозреватель Зарина Бесембина. Зарин, доброе утро. Еще раз тебе слово. Спасибо, Вера. Обо всем расскажу через пару секунд. В эфире Деловые новости. По информации Минздрава в Казахстане на сегодня закуплено 1 миллион 600 доз от российских производителей. Эту прививку будут ставить бесплатно детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями по всей стране. Но вот тем, кто в группу риска не попадает, придется делать укол за свой счет. По стране цены на вакцинацию колеблются от 2 до 4,5 тысяч тенге. Самая высокая стоимость на прививке наблюдается в Алматы – 4,5 тысячи тенге. В Астане цены немного ниже – в среднем около 3-4 тысяч за дозу. В Шемкенте можно сделать прививку за 2,5 тысячи тенге. В Петропавловске в обычной городской поликлинике одна вакцина стоит 2,2 тысячи тенге. При этом, по словам главного санрача страны Жандарбека Бекшина, ежегодно во всем мире регистрируется около 500 тысяч случаев летального исхода после заболевания гриппом. Уже с января 2019 года в стране начнут поэтапно повышать заработную плату на 20% участковым медработникам. Такое поручение озвучил президент в своем послании народу Казахстана. На это планируют закладывать бюджет не менее 5 миллиардов тенге ежегодно. Из каких источников правительство планирует выделять деньги на реализацию послания президента, рассказали в Министерстве национальной экономики. Источниками финансирования в 2019 году будут прогнозируемые доходы бюджета и приоритизация бюджетных расходов в рамках закона о республиканском бюджете. При этом Министерстве национальной экономики уверены, что предстоящее увеличение зарплат не окажет влияния на инфляцию. Ее уровень сохранится в запланированном коридоре 4-6%. Напомним, 5 октября президент Нурсултан Азарбаев выступил с посланием народу Казахстана. Поручил правительство с нового года повысить минимальную зарплату в полтора раза, продлить действия программы «Дорожная карта бизнеса» до 2025 года. Президент также поручил направить дополнительные средства на поддержку обрабатывающей промышленности. Кроме того, в течение пяти лет необходимо будет довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП. В целом, по подсчетам, суммарный финансовый вес инициатив превышает 1,5 трлн тенге. Казахстанская фондовая биржа внедрит у себя систему московской. МОЭКС подписала соглашение о покупке 20% акций КАСЕ. Инициатором сделки выступили Национальный банк и Казахстанская фондовая биржа. Стоимость сделки составляет 1,859,000,000 тенге. Заключение договора предполагает участие в капитале и дает возможность московским акционерам заседать в Совете директоров. В операционном управлении изменений после сделки не будет. По словам председателя Национального банка Даниара Акишева, в соответствии с договором ЕС, Казахстан и Россия стремятся обеспечить свободное передвижение финансовых услуг и капитала. Поэтому участие Московской биржи в КАСЕ – один из важных шагов при реализации этих планов. Таким образом, россияне окажут помощь казахстанским коллегам в развитии центрального контрагента, центрального депозитария и торгово-клиринговой системы. Еще одним преимуществом Мосбиржи, которые будут внедрять на КАСЕ в рамках соглашения – это скорость обработки заявок. Использование технологий Московской биржи позволит брокерам Казахстана и России работать на рынках стран в аналогичных торговых системах. И в продолжение финансовой темы информация с казахстанской фондовой биржи. Тенге продолжает укреплять свои позиции. Среднеизвешенный курс доллара за последнюю сессию составил 368 тенге 70 тин. Это была вся информация к этому часу. Вера? Спасибо большое, Зарина. Деловые новости были от Зарины Бесеминой. Ну а мы продолжим. Увеличение долговой нагрузки и торговые войны замедлят рост мировой экономики. С таким прогнозом в своем ежеквартальном докладе выступил Международный валютный фонд. Он понизил оценки роста глобального ВВП и подчеркнул, что риски, перечисленные в предыдущем отчете, частично реализовались. Эксперты фонда отмечают, что политика Дональда Трампа спровоцировала ответные действия крупнейших торговых партнеров США. Тарифное противостояние отражается на Китае и других азиатских странах, а также на таких уязвимых рынках, как Турция и Бразилия. В докладе также подчеркивается, что Соединенные Штаты пока остаются в стороне от негативных последствий торговых войн, так как им помогают налоговая реформа и политика в области госрасходов. Однако к 2020 году эффект от них рассеется, и США также столкнутся с замедлением экономического роста. Как вы знаете, в МВФ мы всегда говорили, что торговые войны и тарифы совсем не помогают в глобальных масштабах. Они приводят к негативным последствиям для роста, поэтому мы придерживаемся своей позиции и очень надеемся, что победит здравый смысл. Вовлеченные стороны сядут за стол переговоров, и мы договоримся усовершенствовать правила торговли. Нам необходимо создать равные условия игры, стремиться к справедливой конкуренции. Всем необходимо задуматься об этих вопросах, и решать проблемы нужно всем вместе. Именно за это мы и будем бороться. За развитие международной торговли, большую открытость и большие выгоды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Непрекращающиеся дожди в испанском муниципалитете Сан-Лоренцо на острове Майорка вызвали масштабное наводнение. В результате разгула стихии погибли по меньшей мере 10 человек, еще 5 пропали без вести. Сильнее всего пострадал населенный пункт Льот. Практически весь городок оказался затопленный из-за потока воды. Местные жители были вынуждены спасаться на крышах. На какое-то время населенный пункт остался без света, не работала телефонная связь. В район бедствия направлены силы военного подразделения по чрезвычайным ситуациям, в том числе кинологи с собаками и вертолеты. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки на Майорке вновь ожидаются сильные ливни. Дожди обрушились и на континентальную Испанию. Повышенный уровень погодной опасности объявлен в Барселоне, Малаге, Жироне и Тарагоне. Около 300 тысяч человек эвакуированы в индийском штате Одишва в связи с угрозой циклона Титли. Об этом сообщили в ряде местных СМИ. За ситуацией в регионе лично следит министр штата. Он уже поручил обеспечить круглосуточную работу центров чрезвычайного реагирования всех округов штата и разместить там сотрудников сил оперативного реагирования. По официальной информации, сотрудники пожарных служб также будут находиться в режиме готовности. По меньшей мере, один человек погиб в результате урагана Майкл, обрушившегося на северное побережье американского штата Флорида. Количество пострадавших пока не уточняется. По данным Национального центра, по предупреждению об ураганах, сейчас стихия ослабла до первой категории из пяти возможных. Однако опасность все еще сохраняется. В регионе по-прежнему закрыты школы и государственные учреждения. Спасательные работы проводят 2500 служащих Национальной гвардии, которые местные власти специально откомандировали для этих целей. Напомню, ранее сообщалось о том, что ураган Майкл усилился до четвертой категории. Его назвали чрезвычайно опасным. Скорость ветра внутри стихии достигала 210 км в час. Власти приняли решение эвакуировать около 400 тысяч человек на предполагаемом пути урагана. В Грузии разразился очередной скандал вокруг лаборатории имени Ричарда Лугара. Министерство обороны России предъявило документы, подтверждающие, что в этом учреждении американцы незаконно разрабатывают биологическое оружие для будущих атак. Официальная Москва требует у Грузии и США разъяснений. О каких доказательствах идет речь и как в Грузии отреагировали на столь серьезные обвинения, узнала наш корреспондент Татья Джанибедашвили. Лаборатория имени Лугара находится в пригороде Тбилиси. Ее открыли в 2011 году при финансовой поддержке Соединенных Штатов Америки. Инвестиции в проект составили около 150 миллионов долларов. Лаборатория официально предназначена для мониторинга эпидемиологической ситуации и разных научных исследований. Эта лаборатория полностью финансируется из грузинского бюджета, полностью под распоряжением грузинских властей. А Грузия, как известно, не работает над созданием никакого вида оружия массового уничтожения. Во-первых, на этом нет политического воля. У Грузии есть международные обязательства, которые не дают Грузии работать над такими проектами. И в-третьем, у Грузии нет чисто ресурсов, чтобы работать над такими проектами. Потому что создание биологического оружия требует немало денег, а грузинская экономика не способна на такие большие военные проекты. Тем не менее, вокруг исследовательского центра разразился скандал. Экс-министр госпезопасности Грузии Игорь Георгазе обнародовал документы, в которых говорится о проведенных в учреждениях незаконных опытах и даже разработке биологического оружия. Сам Георгазе находится на родине в розыске за покушение на бывшего президента Грузии. Почти 23 года он укрывается от уголовного наказания в России. Тем не менее, официальная Москва, ссылаясь на его громкие заявления, подключила специалистов Минобороны к изучению этих документов. Из демонстрированных документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24-х человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушении международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек. Практически на момент на гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химиката либо биологического агента, обладающего высокой летальностью. Сегодня лаборатория Лугара – огромное хранилище внушительных коллекций вирусов и бактерий. Ученые устанавливают их происхождение и принимают меры для безопасности населения. Это совершенно обычная санэпидстанция, открытая. Российским ученым, наши, много-много раз предлагали приехать, приехать совместно работать, убедиться в том, что ничего не происходит, кроме совершенно обычных, рутинных работ. Нет, не приезжают, не проверяют. Журналисты российские приезжали, смотрели, во всем убеждались. Но ведь надо что-то сказать. Надо же своему населению заявить, как сейчас заявляла Нищенко и другие, что мы не допустим, что близко от границ России такие биологические лаборатории. Нет там биологической лаборатории никакой. Официально Тбилиси отрицает все обвинения и считает это очередным чёрным пиаром Грузии. Мы бы ни за что не ответили на спекуляции и бредни Анищенко и Георгадзе. Но из-за того, что тему подхватили в официальных кругах России, вы знаете, что был брифинг в российском МИДе, очень многолюдный. Поэтому мы решили ещё раз высказаться по теме. Всё сказанное и на брифинге, и распространённая в МИДе информация не соответствует действительности. Это реферальное учреждение высшего уровня лабораторной сети по эпидемиологическому надзору заразных заболеваний. Грузинские эксперты же уверены, этот центр, оснащённый современными технологиями, крайне важен с точки зрения укрепления биобезопасности не только Грузии, но и для всего Южно-Кавказского региона и части Ближнего Востока. Отмечу, что 14 ноября в лаборатории Мини-Лугора пройдёт международный семинар с участием экспертов по безопасности и биологии из двух десятков стран. Чтобы убедить в прозрачности работы исследовательского центра, на мероприятие пригласили и российских экспертов. Однако те принимать участие в семинаре отказались. В Гонконгском университете Сити разработали робота, способного помогать врачам доставлять лекарства в определённые органы человека. Эксперты ООН подготовили отчёт о том, каково сегодня состояние экологии и какими будут последствия изменения климата. Подробности в рубрике «Между строк». Малайзия планирует новые налоги для поддержки бюджета, пишет Аниса Шукри для агентства «Блумберг». Юго-восточное государство введёт платежи, которые пополнят бюджет, пострадавший из-за долгов. Об этом заявил премьер-министр страны Махатхир Мухаммад. Цитата. «Правительство также может начать распродажу активов, чтобы расплатиться с огромным долгом. Поток иностранных инвестиций, которые будут способствовать экономическому росту страны, предположительно сохранится», выразил надежду премьер-министр, выступая на форуме в Куала-Лумпуре. Распродажа активов может коснуться и государственной нефтяной компании «Петролем Национал». О новых налоговых мерах сообщат 2 ноября в рамках объявления о бюджетной политике Малайзии. В настоящий момент задолженности и обязательства страны превышают 1 трлн рингитов или 241 млрд долларов. Правительство отменяет или откладывает реализацию многих проектов из-за их высокой стоимости. Так, в начале октября Махатхир Мухаммад сообщил, что сократил расходы в проекте по быстрому транзиту, затраты на который достигали 14 млрд долларов. В целом же Малайзии потребуется 3 года, чтобы решить сложности, связанные с проблемными облигациями, миллиардными долгами и низкими налоговыми поступлениями, полагает министр. Пентагон объявил многомиллиардный тендер для IT-компаний. Почему Google не будет в нем участвовать, рассказывает агентство Reuters. Пентагон ищет технологическую компанию для работы с облачными вычислениями. Суть проекта, названного GDI, передача огромных объемов данных Министерства обороны США в коммерческую облачную систему. Стоимость контракта сроком на 10 лет – 10 млрд долларов. Компании должны подать заявки 12 октября. Возможность вызвала большой интерес со стороны технологических компаний. В Астане подвели итоги самой масштабной экспедиции по регионам Казахстана Аулы-Дала-Ельни-Саяхат. Экспедиция прошла по шести маршрутам и стольким же туристическим кластерам. За три месяца участники преодолели более 17 тысяч километров. Посетили 11 областей Казахстана, несколько десятков природных локаций, национальных парков и заповедников. По словам организаторов, проект в первую очередь направлен на создание новых туристических маршрутов, пополнение фото и видеобанка данных о природных объектах. Параллельно велась работа по актуализации информации о их состоянии. Официальным медиапартнером экспедиции является агентство «Хабар». Наши коллеги из телеканала «Казах-ТВ» готовят телевизионную версию проекта. А уже первую серию о путешествии по Казахстану покажут в конце октября. «Мы исследовали многие туристические объекты и планируем усилить работу по развитию не только внешнего, но и внутреннего туризма. Так только в этой экспедиции участвовали 150 человек – популярные иностранные, казахстанские блогеры, путешественники-энтузиасты, а также съёмочные группы местных и зарубежных телеканалов. Большая часть из них признались, что объездили много стран, но подобного разнообразия туристических маршрутов не встречали». Самый многонациональный хор в Лондоне установили мировой рекорд. Около 250 человек из разной культуры и народа, в том числе представители многонационального Казахстана, собрались в одном месте, чтобы спеть хором и призвать всех к миру. На историческое мероприятие побывал и наш собственный корреспондент Великобритании Галамжан Караманула. Исполнителям не обязательно иметь выдающиеся вокальные данные. Главное – стремление и желание. Текст песен каждому высылается заранее и даётся время для подготовки. Перед началом мероприятия организаторы тщательно проверяли паспорта участников, чтобы точно быть уверенным в количестве национальности. Два года назад, когда проводилось подобное мероприятие, их было 72. В этом году организаторы решились побить рекорд. Мы подумали, что нет места раздору и разобщенности во всём мире. Мы собрали разные национальности в одном месте, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самый многонациональный хор. Возраст и род деятельности участников самые разные. Здесь маленькие дети, студенты, работающие люди и пенсионеры. Всех их объединяют такие понятия, как свобода, мир и дружба между государствами, внутри всех стран и между всеми людьми. Мне кажется, это напоминание того, что мы должны быть вместе. Очень много разделений в мире, но этого не должно быть. Я очень рад, что именно через песню мы могли понять эту дружбу. Разговаривая на разных языках, всё-таки песня нас объединила. Сейчас такое время, что надо объединяться, быть вместе, быть рядом, показывать всему миру, что мы дружественные и мы все против какой-то агрессии. И вот наступил долгожданный момент. Организаторы объявили об установлении мирового рекорда. 87 национальностей хором спели популярные хиты про дружбу и любовь. Мероприятие также имело благотворительный характер. Все собранные средства пойдут в помощь талантливой молодёжи и на поддержку инициатив в сфере образования. Олджан Харамановна, Великобритания, Лондон. Специально для Хабар-24. О том, как будут развиваться события, покажет Хабар-24. Оставайтесь на нашем канале. До встречи вам. Хорошего дня.